К нам присоединяется Павел Лакийчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Здравствуйте, Павел. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Давайте для начала про саму ракету. Какие-то данные я уже сообщил. Насколько это инновационная технология, насколько это новая ракета? Сразу скажем нет, но давайте поясним, что это за оружие. Для того, чтобы понять, что это за оружие, надо немножко в историю укунуться в глубь веков. Действительно веков, потому что все это начинается в 20 веке, периода Холодной войны. Тогда именно морские, межконтинентальные баллистические ракеты для Советского Союза производила, проектировала, производила и обслуживала украинские переприятия. Это КБ «Южное» в Днепропетровске и «Южмаш» завод по производству ракет. Я более того скажу, на обслуживание украинского воевода самая крупная ракета МБР в Советском Союзе, ну и, наверное, по размерам самая крупная в мире. Из боевых ракет. Она стояла на вооружении Российской Федерации и обслуживалась нашим украинским техническим персоналом. Как заводское и конструкторское сопровождение до, если не ошибаюсь, 2012 года или до самого начала Российско-Украинской войны в 2014 году. Такой вот нонсенс. Тем не менее, россияне, понимая, что они, зная точнее, что они рано или поздно нападут на Украину, готовились к этому, понимали, что при этом полагаться на украинские ракеты в основе своего ядерной триады, это не самый надежный вариант, и поступил приказ российским предприятиям разрабатывать свой аналог большой межконтинентальной баллистической ракеты. Но дело в том, что в России разрабатывались преимущественно, в том числе предприятиями, которым было это поручено, БРПЛ. БРПЛ. Баллистические ракеты для подводных лодок. Они имеют серьезное отличие по конструкции, ну и по философии применения. В первую очередь, что касается больших различий, это старт, позиционирование и первая ступень, что есть довольно критически. Поэтому, был ли у россиян потенциал создать свою ракету? Был. Что для этого нужно было? Понятно, инженерная работа, длительная конструкторская работа и большая череда испытаний. Потому что каждый узел, он не просто усовершенствуется, а воссоздается по-новому. Та же беда, что и с их МБР, БРПЛ, булава. Ну, ракету создать приказали, но количество испытаний, ну с целью экономии средств, пытались сократить по минимуму. Поэтому и ракета получилась сырая, и столько такой процент аварий при испытательных и не только испытательных пусках. То же самое вышло с «Сарматом». В 2012 году был указ о его разработке. В 2022 году было заявлено о том, что ракета якобы готова. А осенью прошлого года, несмотря на серию неудачных испытаний, только один пуск, испытательный пуск из пяти был удачным. Ее поставили на боевое дежурство. Ну, представьте себе, на боевом дежурстве стоят ядерные ракеты с ядерными боезоловками, которые сырые. Куда они полетят, как полетят, никто не знает. Поэтому, когда на Западе боятся ядерной эскалации с Россией, но это отчасти определяется не столько страхом и неуверенностью в действиях российской власти, российского команды о непредсказуемости, но и непредсказуемости применения их ракет. То есть запустят эту ракету, ее надо сбивать. Куда она полетит, черт ее знает. Ну, в общем, вот такой вот сармат. В прошлом году, после февраля 23-го года, 23-го февраля как раз, на день Советской Армии, россияне пытались предыдущие сделать испытания этой ракеты. Они были тоже неудачными. Ну, после этих испытаний коллеги из Дефенс Экспресс провели такое свое исследование. Ну, и пришли к выводу, что северокорейские аналоги российской межконтинентальной баллистической ракеты в пять раз надежнее, по крайней мере, в пять раз меньше взрываются, чем родная российская ракета. Павел, а какие последствия будут этой аварии? Ну, если говорить, например, вот сообщается о том, что космодром Плесецк серьезно поврежден. Вообще, этому космодрому не везет. Там что только не взрывалось. И гражданские ракеты, которые они пытались запускать, и военные. Тем не менее, что это повлечет? Какие последствия для самой стартовой площадки? Можно ли где-то в другом месте запустить «Сармат»? Или все-таки это такая махина, которую только космическую ракету запускать можно? И что для самой отрасли это значит? Под «Сармат» можно переделать любую шахтную пусковую установку от нашей старой советской украинской ракеты «Воевода». В принципе, так и было и на Плесецком космодроме. Кроме ряда стартовых столов, он имел несколько шахтных пусковых установок для пуска МБР. Одна из них, по крайней мере, так скажем, была переоборудована под пуск «Сармата». Мы не можем точно говорить, что произошло на аэродроме. Россияне не сообщали о подготовке, непосредственной подготовке к испытаниям. Точнее, была информация по определенным каналам о закрытии воздушного пространства, которое обычно сопровождает пуски такого рода ракет. Но официальной информации не было. И взрыв произошел, когда ракета была в шахтой пусковой установке. Поэтому, в отличие от 70-х годов, когда на Балькануре взорвалась ракета военная, на стартовом столе произошел разлив топлива. Там гораздо больше было поражение, погибло множество людей. То, что ракета была в шахте, оказалось положительным моментом. Хоть это как бы шахты для защиты ракет на случай ядерной войны, но и от самих ракет они тоже немножко спасают окружающих. Произошел это взрыв Сармата или не Сармата. Можем говорить с вероятностью где-то 90% против 10%, что это был Сармат. И где-то 60% против 40%, чтобы была подготовка или попытка произвести испытательный пуск. Потому что, еще раз, мы видим только повреждения ШПУ. Ну, естественно, ШПУ в шахтной пусковой установке со всеми оборудованием полной твердой. Нам восстановлению не подлежит. Это очень сильный взрыв. Но, тем не менее, сам космодром пострадал вокруг не так значительно. Значительно повторяюсь, взрыв произошел в подземной, в шахте. Поэтому космодром работоспособен. То есть, вся метрическая аппаратура телеметрии, она сохранилась. Ну, была повреждена, разрушена только одна пусковая установка. Тем не менее, проводя такие неудачные испытания, Россия продолжает свой ядерный шантаж. И вот лидеры саммита КВАД-24 осудили ядерные угрозы России. Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовано на сайте Белого дома. Президент Соединенных Штатов Джо Байден принимал руководителей государств в своем личном доме в штате Делавер. По итогам встречи Австралия, Индия, Япония и Штаты указали, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы. И призвали к уважению территориальной целостности и суверенитета всех государств. Скажите, что в ответ на Сармат есть у наших союзников, у стран НАТО? Как с этим оружием можно бороться? Если можно бороться, дальность до 16 тысяч километров. Очевидно, придумали ее для того, чтобы наносить удары по штатам. Что могут штаты ответить? Есть ли у них свой аналог этой ракеты? Что у них есть? Все началось. Это как всегда. У военных у нас часто бывает такое. Когда комбриг говорит, давайте против диверсантов отправляем диверсантов, против танков, отправляем танки, с танками танки бороться, с артиллерией будет артиллерия бороться. Ну, не так немножко. Против танков должны бороться противотанковые средства, против авиации, противовоздушные средства, против баллистических ракет, силы и средства противоракетной обороны. Американцы уже 30 лет разрабатывают и уже создали систему противоракетной обороны. именно для защиты от баллистических ракет противника. Это система КОКОН по защите материковой части Соединенных Штатов Америки. Она включает как пусковые установки противоракет и радиолокационные системы на материке, то есть на Аляске и других регионах, так и значительную группировку средств на эсминцах типа Орлиберг. В основном боевом корабле Соединенных Штатов система ИДЖИС предназначена для выявления и уничтожения баллистических ракет на разных этапах траектории. Можно сбивать баллистику на суборбитальном участке полета и далее можно сбивать баллистику на этапе подъема, взлета, так скажем. И для этого в НАТО, в США созданы ряд баз системы ПРО, в том числе у наших соседей в Румынии, в Польше, которые предназначены для противодействия таким бешеным режимам, как режим России, режим иранский режим. На Тихом океане там тоже, понятно, против КАО. Что, спасибо вам большое, Павел, помогли разобраться в подробностях этого события. Будем ждать еще неудачных пусков российской техники. Причин для этого множество и коррупция, и деградация научного комплекса. Одним словом, будут поводы поговорить. Спасибо вам большое, Павел, за это интервью. Павел Лакичук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» был у нас в эфире. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.